Доброе утро, сахалинцы! На календаре 3 апреля. Я, Ева Чучешвили, рада приветствовать вас в нашей светлой и уютной студии. В эфире программа «Солнечное утро». Сейчас узнаем, что нас ждет в этом выпуске. Вот это да! Расскажем, какие видео, новости и фото залетают в тренды социальных сетей. Культурный разбор. Побываем на конкурсе самостоятельных работ сахалинских актеров. Маленький врунишка. Педагог-психолог объяснит причины детской лжи. Держитесь за фартуки. Приготовим куриную грудку с диким рисом по рецепту шеф-повара. Начнем выпуск с интересных фактов о сегодняшнем дне. Какие праздники отмечают 3 апреля? С чем эта дата была связана у древних славян? Приметы, именины, исторические события и многое другое в рубрике «Народный календарь». Ровно 194 года назад, 3 апреля 1829 года, англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на изобретенное им механическое устройство. Позднее это событие стало первым официальным днем рождения кофемолки. Чертежи устройства не сохранились, но историки предполагают, механизм был близок к турецким ручным кофемолкам. Они пользовались широкой популярностью в Европе с середины 17 века. Предки верили, 3 апреля нельзя готовить борщи и пироги с картошкой. Эти блюда ставят на поминальный стол, и именно сегодня они могут привлечь в дом тяжелую болезнь. Стирать постельное белье тоже было строго запрещено, иначе навсегда лишиться спокойного сна. Зато генеральная уборка в доме только пойдет на пользу. Так можно избавиться от накопленной негативной энергии. 3 апреля наши предки отмечали День Водяного. Злой человекоподобный дух в мифологии, воплощение водной стихии и закадычный приятель Бабы-Яги. В третий день второго весеннего месяца он просыпался и буйствовал. Ломал лед, гонял рыбу. Чтобы задобрить водяного, славяне очищали реки и озера от сухих ветвей, листьев и прочего мусора. Согласно народному поверью, если сегодня трижды прокричать в колодец фразу «Как капель в воде не пересчитать, так пусть и богатство моего не сосчитать. Можно золотиться». 3 апреля в нумерологических прогнозах соответствует цифре 4. Это символ уверенности и нерушимости. В день четверки можно смело притворять в жизнь грандиозные планы и идти на риск. Результат, скорее всего, будет удачным. Правда, сегодня в некоторых может проснуться упрямство и ханжество. Из-за желания настоять на своем или получить кого-то, легко упустить возможность урегулировать проблемы или разрешить конфликтные ситуации. Три студента из Стэнфорда создали очки, о которых мечтает каждый из нас. В аксессуаре есть нейросеть, слушающая разговор в реальном времени. Она тут же выводит на линзы варианты ответа собеседнику, анализируя и используя данные из интернета. Говорят, что гаджет будет идеальным на собеседованиях и устных экзаменах. Во всяком случае, пока работодатели и педагоги не начнут блокировать связь или требовать снять очки. Какие еще новости завирусились в интернете, расскажем далее. В Нью-Йорке на аукцион выставили вечно розовый бриллиант весом 10,5 карат. Такая разновидность драгоценного камня в природе встречается крайне редко. Минерал обнаружила горнодобывающая компания на руднике в Ботсване. На огранку потребовалось 6 месяцев. Первоначальную стоимость розового бриллианта оценивают в 35 миллионов долларов. Это практически 3 миллиарда рублей. Австралийская компания приготовила фрикадельки из клеток вымершего шерстистого мамонта. Процесс производства занял всего пару недель. По словам ученых, изначально они хотели вывезти мясо птицы Додо. Но не нашли необходимых последовательностей ДНК. Тевтели из мамонта пока никто не дегустировал. Неизвестно, как иммунная система современного человека отреагирует на непривычный белок. Однако эксперимент продемонстрировал потенциал культивируемого мяса. Картину британского уличного художника Бэнкси продали почти за 157 миллионов рублей. Это в три раза дороже первоначальной стоимости. На полотне под названием «Соберись с духом» анонимный графист изобразил антропоморфную смерть за рулем карнавального бамперного автомобиля. Произведение было создано в 2010 году для британской группы «Выход через сувенирную лавку». Также назывался документальный фильм, над которым работал Бэнкси. Поэтому он предложил музыкантам переименовать коллектив. Группа сменила название на «Соберись с духом» и получила в благодарность картину от известного уличного художника. А фильм «Выход через сувенирную лавку» вышел в тот же год и был номинирован на премию «Оскар». Напоследок милое видео. Очевидцы засняли на трассе медведицу, которая учила детеныша переходить дорогу. Для начала косолапая вышла на проезжую часть и с грозным видом приостановила движение транспорта. Убедившись, что трасса достаточно безопасна, она вытащила своего кроху из-за ограждения. Сперва растерявшись, медвежонок все же сообразил, чего хочет мама, и неуклюже потопал вслед. Как много интересного произошло в мире. Ну и в Сахалинской области есть что обсудить. На днях в островной столице прошел конкурс самостоятельных работ среди актеров «Золотая канитель». Уже более 15 лет его организуют и проводит Сахалинское отделение Союза театральных деятелей России. Необычное состязание призвано поддержать талантливых артистов и предоставить возможность реализовать свой творческий потенциал. С номерами участников знакомилась моя коллега. Поеду я в город. Салых давай. Ну, присядем, Натальяшка. Открыл конкурс мини-спектакль по рассказу Василия Шукшина «Материнское сердце». Его поставила артистка Чеховцентра Наталья Шаркова. Женщина-заядлая участница в прошлое разыбралась за детские сказки по русским легендам и даже за пьесы Шекспира. Интересно, что у нас коллаборация. Я работаю с артистами театра «Кукол» и с артистами драмы. Поэтому мне очень интересно, любопытно. И это такой для меня эксперимент своего рода. Меня привлекает актриса Марина Смирнова в театре «Кукол». Я взяла это для нее и на нее, и на Евгения Панихина. И на Романа Болтаева, нашего артиста, нашего театра. Режиссер также рассказывает, задумка появилась еще в октябре. Но из-за разных графиков артистов двух театров, работу репетировали по сценам и на разных площадках. К февралю пазл удалось сложить в общую картину. Было очень интересно работать с ребятами из драматического театра. Поэтому была очень любопытная работа. Интересная, эмоциональная. Такая трогательная очень. Но, естественно, когда работаешь с отличными артистами, от этого становится очень хорошо. И главное, воплощаются те идеи и мысли, которые ты хотел сказать. Это вообще первый мой опыт участия в «Золотой комитете». И первый опыт работы с коллегами из театра «Кукол». Поэтому поработать с новыми партнерами было крайне интересно и поучительно. Во-первых, всегда, когда работаешь с сильными партнерами, всегда можно нахвататься, чему-то научиться, что-то у них украсть. На суд жюри артисты представили семь работ. Это монологи, мини-спектакли, перфомансивный эскиз, литературно-поэтическая и пластическая композиции. В жанрах и темах никаких ограничений. Не знаешь ничего. Ни своя, ни папина, ни мамина, ни русская, ни рязанская. Просто публичная. Победители конкурса ожидают призы. Самый главный – это творческая командировка в Москву, которая присуждается Союзом театральных деятелей. По словам организаторов, для артиста это возможность посмотреть спектакли «Золотой маски» или премьерные показы. Отдельно составляется творческая программа. Приезжают со всей России победители конкурсов, потому что в каждом отделении существует такой конкурс. И есть момент общения, знакомства, дружбы. То есть, ну, это здорово. По итогам конкурса в номинации «Золотая нить» творческой командировкой в Москву наградили актрису Чехов-центра Аллу Кохан. Крылатые фразы не умеют летать буквально. Зато своим образным полетом они делают речь интереснее и динамичнее. Чтобы не сидеть, сложа руки и разгрызть гранит науки, разберемся, что такое фразеологизм на ярком примере. В эфире рубрика «Поймите правильно» с Василисой Долгоушиной. Слова имеют силу и могут как уничтожать, так и исцелять. Правильные и добрые слова могут изменить наш мир. Так сказал Будда, и с ним не поспоришь. Живая вода. В старину так называли родниковый источник и вообще всякую проточную воду. В противовес живой, мертвой воду считали, если она была непригодна для питья. И та, и другая часто упоминаются в русских сказках и легендах и всегда с магическим значением. Живая вода в фольклоре заживляет раны, восстанавливает ткани, дает богатырскую силу и даже возвращает людей и животных с того света. Не стесняйтесь пользоваться богатством русского языка, но делайте это правильно. Ведь, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, прекрасный наш язык под пером писателей, не ученых и не искусных, быстро клонится к падению. Страх наказания, желание получить внимание, недостаток эмоциональной поддержки. Это и многое другое может привести к детской лжи. Более подробно о проблеме расскажет педагог-психолог. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос честным, добрым человеком. И когда дети начинают обманывать, естественно, родители переживают, что что-то в их воспитании пошло не так. Очень часто происходят такие ситуации, что ребенок не обманывает, а просто фантазирует. Есть хороший рассказ Николая Аносова, называется «Фантазеры». Там двое героев, мальчики, которые рассказывают друг другу разные истории про то, как они, например, умели летать раньше и сейчас вот буквально недавно разучились. Один другому рассказывает, что он даже на Луну летал. В таких ситуациях, конечно, переживать не стоит. Просто у ребенка в богатое воображение хороший творческий потенциал, который нужно развивать и поощрять. Вообще до 4 лет, приблизительно до 4 лет, ребенку ложь не нужна, потому что необходимости вообще в ней нет никакой. Ребенок еще не способен в голове проговаривать свой монолог, внутренняя речь у него не развита. И вот все, что ему в голову приходит, все он и говорит. А вот после 4 лет ребенок уже способен прикинуть, что ему стоит сказать, где лучше промолчать, анализирует, за что его могут похвалить, что ему нужно сделать, чтобы его похвалили, за что сегодня мама с папой сердились и как этого избежать. И тут-то ребенок и понимает, что есть довольно легкое решение проблем, можно просто сказать неправду или о чем-то смолчать и все. Потому что ложь становится таким средством, с помощью которого ребенок облегчает себе жизнь. Вообще важно понимать, что детская ложь это не вопрос плохого воспитания, каких-то моральных ценностей ребенка, а скорее это про психологические проблемы, которые могут быть связаны с нехваткой внимания или любви, например, с низкой самооценкой, с проблемами в отношениях со сверстниками, к примеру. Причины, по которым ребенок врет, чаще всего лежат на поверхности. Это завышенные требования родителей к ребенку, которому он не способен в силу каких-то особенностей соответствовать. Это боязнь наказания в первую очередь. То есть такая ложь и страха, она самая наиболее распространенная. Также ребенок может врать из чувства стыда, например. Детские кражи часто происходят, и дети до последнего не признаются, потому что им стыдно перед родителями, перед людьми, которые их поймали, перед своими друзьями. Причины же разные бывают. Ложь, манипуляция может быть такая, когда ребенок хочет, чтобы им гордились, например, или восхищались. Друзья, сверстники, он выдумывает какие-то истории о себе. Также может быть ложь из-за заниженной самооценки, когда ребенок пытается всяческими способами привлечь внимание и его тоже обманывает. Излишняя опека также может быть причиной детской лжи, когда ребенок обманывает, чтобы родители отстали от него. Например, сильно упорно проверяют домашнее задание. «Ты сделал уроки?» «Да, я сделал уроки». Ложь, чтобы что-то получить, это вот ситуации, когда родители говорят, там, съешь суп, получишь конфету. «Да, я съел суп, давай мне конфету». Нужно понять мотив для того, чтобы уже сделать выводы для себя и понять, как этого избежать. То есть причина, по которой ребенок обманывает, ну, ее нужно стараться исправить. Если ситуация повторяется регулярно, лучше, конечно, стараться избегать вопросов, на которые ребенок может ответить неправду. То есть, если, например, это касается учебы, не спрашивать ребенка в лоб, как дела в школе, а позвонить учителю и самим уже понять, что случилось, ну, случилось ли вообще что-то. Конечно же, с самого начала важно стараться выстраивать доверительные отношения с ребенком, чтобы ребенок не боялся родителей, чтобы он не боялся наказания, чтобы он не думал, что родители специально выискивают повод, чтобы как-то вот ребенка зацепить, что-то поругать. Но это уже с более старшими детьми так часто происходит. На днях в редакцию «Солнце ТВ» обратилась наша зрительница и поблагодарила специалистов кулинарной студии «Трюфель». Она рассказала, что рубрика «Вкусное утро» побудила ее мужа каждый день готовить ужин. Теперь у Сахалинки по вечерам больше времени на отдых и другие дела. Думаю, ее супруг, да и остальные зрители по достоинству оценят блюдо, рецептом которого поделится Владимир Голованов прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Голованов, я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель». И сегодня мы с вами приготовим куриную грудку с красной фасолью, диким рисом, шампиньонами. Для этого нам потребуется грудка, рис, шампиньоны, лучок и чесночок. Ну и, соответственно, фасоль. Предварительно я водичку поставил под наш рис. Рис варится довольно-таки, занимает время. Варим откидным способом. В кипящую воду закидываем рис. И помешиваем. Пока наш рис варится, мы с вами приготовим соус. Лучок нарезаем мелким кубиком. Шампиньон режем на сегменты. Куриную грудку режем крупным кубиком. Не забываем помешивать рис, чтобы он не прилип. Жарить будем на растительном масле. Хорошо прогреваем сковороду. Вначале обжариваем лучок. Его сильно обжаривать не надо, так слегка, чтобы схватился. Обжарили лучок и добавляем грибочки. Можно добавить еще чуть-чуть масла. Слегка обжарили грибочки. Добавляем нашу курочку. Слегка поперчили, посолили. Курочку обжариваем до полуготовности. После чего добавляем нашу фасоль. Наш рис уже практически сварился. Соус уже тоже практически готов. Добавляем фасоль. Добавляем фасоль. Жалко, камера не передает, какие здесь ароматы. Просто бомба. Слегка обжарили все. Соус готов. Ждем, пока сварится рис. Ну что, дорогие друзья, наш деккери сварился. Я его откинул на сито и промыл под водой. Дальше мы его выкладываем в середину тарелки. Дикий рис у немножко специфичный. Его никогда не надо доваривать до конца. Его даже, в принципе, нереально доварить до конца. Потому что если его доваривать до конца, получится каша. Такая, клесть. Нужно обои клеить. На дикий рис выкладываем нашу грудку. С фасолью и грибами. Украсим слегка перчиком. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Можно пробовать. Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. Специалисты утверждают, что чаще всего отказ от утренней гимнастики связан с отсутствием мотивации и непониманием сути процесса. Чтобы втянуться, нужно выполнять только те упражнения, которые приносят радость и пользу. Фитнес-тренер Екатерина Баландина как раз подготовила для вас интересный комплекс. Смотрим и повторяем. Доброе утро. Сегодня мы с вами поработаем над мобильностью грудного отдела. Он очень важен для нашей здоровой поясницы и шеи. А также улучшим стабильность лопатки и поработаем над мобильностью тазобедренных составов. Для выполнения упражнения вам нужно сесть в Z-позицию. Если мы ориентируемся на край коврика, то голень передней ноги должна быть параллельна краю коврика. То есть, если говорить о положении моего тела, то ноги находятся справа от меня. Левая стопа касается правого колена. Правая голень перпендикулярна переднему краю коврика. Если в этой позиции вы испытываете дискомфорт в области коленных или тазобедренных суставов, возьмите невысокую подушку или можно свернуть плед или полотенце и подложите под опорную ягодицу. Далее. Поставьте руку недалеко от тазобедренного сустава, той ноги, на которой вы сидите. Раскройте пальцы пошире и провалитесь грудным отделом вниз, как будто вы устали. И затем вытолкните себя обратно. Почувствуйте, как двигается ваша лопатка относительно задних ребер. Провалитесь еще раз вниз и вытолкните себя вверх. В этом положении наша лопатка хорошо стабилизирована. Далее. Начните вращать плечевую кость внутрь и наружу. И также почувствуйте, как двигается ваша лопатка внутрь, наружу. Если необходимо, вы можете положить руку сверху, либо снизу. И уже движение самой лопатки будет для вас более понятным. Итак. Мы вращаем плечо наружу и лопатка еще больше приклеивается к нашим задним ребрам и дает отличную стабильность. Получает, точнее, отличную стабильность. Из этого положения мы с вами погружаем голень еще больше в пол, даем хорошую опору в голень. Свободной рукой мы начинаем вытягиваться вверх и толкаем таз вперед, раскрываясь при этом в тазобедренных суставах. Важно, чтобы ваши ребра не торчали. Нижние и передние ребра заправляйте вниз в таз, как будто вы футболку заправляете в джинсы. Мы здесь делаем с вами вдох, раскрываемся от правого мизинца до правого колена и с выдохом начинаем тянуться левой ягодицей назад. Далее. Взгляд переводим в правую сторону, отключиться, начинаем поворачиваться вправо. И здесь как раз мы работаем с вами в горизонтальной плоскости, то есть улучшаем мобильность грудного отдела. То самое движение, которое ежедневно мы должны использовать в ходьбе. Но, к сожалению, это движение у современного человека утрачено, поскольку мы очень-очень много сидим. Так вот, именно здесь, в этом движении мы будем возобновлять то утраченное движение грудного отдела. С выдохом вы начинаете уводить глаза, голову. Первый уходит ключица, затем первый, второй и третий ребро. Выдох. Снова встаем в опору на левую руку и вновь раскрываемся, выталкивая таз вперед. Напоминаю, что вы не должны уходить в прогиб. Я сейчас боком покажу, чего делать не нужно. Когда вы поднимаете таз вперед, вы не должны переразогнуться в пояснице, то есть не надо выталкивать живот вперед. Так вот, оставьте ребра и таз сонаправленными. Сбоку это выглядит вот так. И далее вы начнете тянуться уже тазом назад. И здесь мы снова уходим с вами на выдохе в ротацию. То же самое на другую сторону. А заметьте важный момент, что ощущение в тазобедренных суставах может отличаться с правой или с левой стороны. Если на одну сторону вы сидели и вам было комфортно, то может быть так, что перекинув ноги на другую сторону, вам будет некомфортно. Никакие упражнения ни в коем случае не делайте через боль или через дискомфорт. Еще раз повторюсь, если вы ощущаете неприятное ощущение в коленях или в тазобедренном суставе, подложите какую-то подушку под опорную ягодицу. И еще раз повторим все то же самое на другую сторону. Далее опору в ладонь. Несколько раз попроваливались грудным отделом, стабилизировали лопатку, подвигали плечевую кость. Снова стабилизировали лопатку, начинаем выталкивать таз вверх, раскрываясь в тазобедренных суставах. Ребра заправлены в таз, здесь у нас вдох. Вдох старайтесь направлять в верхние ребра. И с выдохом уводим таз назад и уходим в ротацию от взгляда. Снова опора в ладонь, здесь уже лопатка стабильна. Раскрылись и выдох. На каждую сторону повторите 5-8 раз. На правую и на левую сторону. Этого будет достаточно для того, чтобы мобилизовать ваши тазобедренные суставы, для того, чтобы задвигать фасции, улучшить респираторную систему, функции респираторной системы. Так же, как я повторилась, улучшить мобильность грудного отдела. Ну и, конечно же, дать стабильность нашим лопаткам. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы. Пока-пока. Свежие новости узнали. С интересными сахалинцами познакомились и даже успели потренироваться. А теперь пришла пора прощаться. Наша программа вернется в эфир уже завтра. В 7.30 утра в студии была Ева Чучешвили. До встречи на Солнце ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова